ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вот, гляньте. И что? Что вы от меня хотите? Мою подпись? Спасибо. Дайте, посмотрю. Да вы что, смажешь ли? Чтобы я этого больше не видел. В каком плане? Вы понимаете, чем это пахнет? А ладно вам. Меня ж за это посадят. Покажи. Дайте пройти. А вы… Ну, вы не волнуйтесь. Если меня спросят, я молчать не буду. Звони. Алло. Ура. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Прошу Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Кто-то занес денег, а разрешение на строительство так и не получил. Такая версия возможна? Теоретически, да. Я бы не стал выносить таких скоропалительных оценочных суждений. Владимир Александрович, вы о чем? Я немного знал Владимира Ивановича. В теннис вместе играли? В шахматы. Семенов был отличным управленцем. Да, он решал вопросы инфраструктуры и застройки. Я согласен, что это коррумпированные сферы. Но Семенов был честным человеком. Владимир Александрович, мы должны отработать все версии. В том числе и коррупционную. Безусловно. Объедините свои усилия. Дело резонансное. Совещание окончено. Надеюсь, вопросов нет. Хорошая речь. Пробрало добиченок. А как это объединить усилия? Ну, что за человек, а? Все ему не так. Что про оружие установлено? Да вот, как раз к криминалистам пойду. Участников банкета опросили? Опрашивают. Цветкова подключила, пускай тоже учатся. Теперь мы официально работаем вместе с Староединскими. Что это значит? Это значит то, что я сказал. Теперь у нас с помощником целый его отдел. То есть, мы все-таки главные? Да. А они под нами. Я что, непонятно изъясняю, что это? Не-не, Сергеич, уже все давно понятно. Меня просто тоже этот вопрос интересовал. Здравия желаю. Есть информация для нас по поделу? Нет. Сожалею. Кто бы сомневался. Все равно мы главные, а вы под нами. Ну, что? Новый вид автоматических пистолетов американского производства. Система ГЛОК с интегрированным компенсатором подброса ствола, что значительно повышает скорострельность стрельбы и точность ее. Стреляет даже под водой. Убойное оружие, одним словом, мечта. А на нашем рынке легально? На нашем рынке. Совершенно законно, заметь. Поступила облегченная версия, травматик. Решили с черным рынком на опережение сыграть. А в данном конкретном случае? Боевым убит. Чин по чину. Я не понимаю, чего ты радуешься? Темнота. Значит, боевой. Понятно. Итак, Миша, в итоге, к чему мы пришли? В городишке идет война за бывшие колхозные поля. Черт. Володь, когда у нас закончится ремонт, а? Не трави душу. Семенов принципиальный. Он всем мешает. Он лоббирует муниципальное жилье, детские площадки, дворовые стадионы. А эти акулы капитализма пытаются подкупить Семенова. Пытаются заставить его отдать земли под их цели. Коммерческие центры, коттеджный поселок, элитное жилье. Он, в общем, честный чиновник против свора Хапук. Я бы на твоем месте не иронизировал. Воруют не все. Да, бывает. Что мы еще имеем? На месте происшествия работали кинологи. Собака взяла свет от окна, к которому примыкает пожарная лестница, по ней вниз во двор, пересекла двор и под арку к дороге. Там маршрутка ходит. Эй, стой! Наверное, сел в нее и уехал. Ни рояля в кустах, ну, то есть машины, ни помощников. Эй! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово! Можно? Заходи. Вот этой волыной кто-нибудь интересовался? А то, я думаю, если кто в городе знает, так только ты. Спасибо за доверие. Не знаю ничего. Чё делаешь? Оберег себе по чаю. Тоже запрещено? Да нет. И в чём суть? Кто его носит, того пуля стороной обходит. Да ладно. Серьёзно? Интересно. Интересно в кунсткамере. Эта пуля человека насквозь прошила, а он жив остался. Какое совпадение? А вот эта пуля тоже человека насквозь прошила. Вот сюда вошла и с той стороны вышла. Только в отличие от твоей, моя пуля человека убила. Если ты опять в этой теме посредничал, пойдёшь по статье как соучастник. Это понятно? Как же вы меня достали. Сто раз говорил. Я не продаю, я только свожу людей. Я знаю, знаю. Дальше. Приходил мужик по договорённости. Я его с дилером познакомил. Я сам на улице стоял, курил. Ну и с дилером твоим мы попозже поговорим. Что за мужик? Я тут ксерокопию паспорта сделал. Поищем вместе. Хамис, Лунёв. Что за мужик? Всё, что знаю, Белов. Тачка приметная, по бортам графика. Олени и кабаны. Олени и кабаны, говоришь? Бывай. Здравствуйте. Добрый день. О, добрый день. Добрый день. О, здравствуйте. Здравствуйте. Эээ… Цветков, вперёд. Конечно, с появлением фотографии. Это задача намного убрать. Добрый день. Приятного аппетита. Бывай вам. Спасибо. Присаживайся, Цветков. Да. Здрасте. Здравствуйте. Вас не учили спрашивать разрешения? А это разве не общественная территория? Да. Ладно. Поперчи, Цветков, поперчи. Алексей, что вы там говорили? Программы, позволяющие классифицировать лица, возникли очень давно. Интерес к процессам распознавания лиц во все времена был очень… Да. Вы абсолютно правы. Мы пересядем за соседний столик. Ну, пожалуйста. Пойдём, Цветков. Интерес к подобным программам во все времена был очень велик. Да. Тем более, что в связи с потребностями… А я, кстати, тоже этим интересовался. Я даже курсовую написал. Суп остынет, Цветков. Да. Верификация кредитных харточек. Криминалистическая экспертиза. Нет. Вам все-таки не идёт умничать. Хоть вы и психолог. Верочка. Что вы сказали? Верочка, вы такая хорошенькая, когда злитесь. Невозможно. Цветков, ты себе перечи, перечи. Вера Андреевна не Верочка, а профессионал. Вот что ты ей сказал? Нет. Это не я, Маслов. Это ты ей сейчас наговорил. Программы такие, программы сякие. Да, Белов, привет. Да знаю, что она стояла у ресторана, эта тачка. Да по номерам пробьём. Ну, почему сейчас-то? Ну, дай пообедать-то. Хорошо, приеду. Давай. Маслов, ты тоже себе перечи. Здравствуй. Ну, куда ты пошёл, Глеб? Вернись. Чё тебе надо? Чё тебе всё время надо, а? Я подумал… Подумал он. Ты уже всё время о чём-то думаешь, Володь. А в результате Марго здесь. А ведь я тебе говорил. Она уже взрослая девочка. Прячься. 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 Костюмчик, галстучка, прическа, как будто только что от парикмахера. Взрослая девочка. А ведь ты свою семью просрал, Володь. Друзья у тебя нет. Работа. А в чём это твоя работа, Володь? Я думаю, делаю выводы. Да вот здесь они, твои выводы. Где икону мы с тобой не знаем, а она чуть ли не умерла. Мы с тобой делаем одно и то же дело, только по-разному. Если ты считаешь, что я ухожу от ответственности, ты не прав. Ещё раз вспомнишь мою семью… И что ты сделаешь-то? О, мои мальчики пришли. Привет, Маргоша. Привет, мой дорогой. Привет. О, какой одекол он. Слушай, знакомое что-то? Выглядишь замечательно, Марго. Спасибо. Как себя чувствуешь? Ой, не поверишь. Хо-ро-шо. Когда выписывают? Ну, обещают завтра. Ой, мальчики, знаете, вот лежала я тут и в окно смотрела. Знаете, что видела? Серый квадрат, серое небо. Вот в кино бы снимали, сказали бы, штамп. Ой, а в жизни, наверное, у многих так бывает. Лежишь, смотришь на небо и видишь серый квадрат. Не чёрный. Ай. И думаешь, как жить дальше. Ну и что, ты придумала, как дальше жить? Марго, я тебе обещаю, мы найдём этого гада. Тихо. Мальчики, вот об этом я с вами хотела поговорить. Так всё просто. Пишешь заявление, я… Да никакого заявления не надо. Заявления не надо. Был факт покушения, я свидетель. Так что я пишу заявление. Этого достаточно. Открывается уголовное дело. Слушай, Старыгин, ты вообще кого-нибудь кроме себя можешь слышать? Я же говорю, не надо никакого заявления. Не доводи меня. Я вот сейчас пытаюсь понять твою логику. Поверь, она есть. Я не сомневаюсь, я пытаюсь понять, в чём она. Это тебе медитации с окном навеяли такие мысли? Сбавь обороты. Ладно, не обращай на него, Глебушка, внимание. Старыгин же у нас такой, он всё время логику везде ищет. И любит кривое, струнку выпрямлять. Геометр-то мой, иди сюда. Счастливо оставаться. Чертёжник. Маргош, если тебе ещё надо, ты не молчи, говори, я тебе всё сделаю. Спасибо, мой хороший. Спасибо. Да ты мой золотой. Ну что ты улыбаешься, как котик? Ой, ну ничего, ничего, всё нормально, всё хорошо. Ну давай, ты иди, мой хороший. Иди, иди. Спасибо, что пришёл. Ну, пока. Смотри, Серёга, вот здесь потрёшь? Не приставай. День добрый. Что вы стоите? Здравствуйте. Присаживайтесь, присаживайтесь. Ну что вы, мы хорошо стоим. Оружие моя слабость, ничего не могу с этим поделать. Так а что вас конкретно привело ко мне? Убийство Семёнова. А, это. Игорь Фёдорович, вы всегда так спокойно реагируете на убийство товарищей, знакомых? Нет, у меня их не часто убивают. А Семёнова я не любил. Да, если честно, и он меня тоже. Знаете, давно нарывался. Заметьте, вы сами это сказали. Я вас за язык не дергал. Слушайте, это что, допрос? Мне на часть звонить адвокату? Ваше право. Но у нас есть информация, что вы приобрели одну вещицу, калибра девять миллиметров, и чует мое сердце, разрешение на неё, вас нет и быть не может. Потому что продажа огнестрельного оружия в России запрещена. Парни, 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 давайте мы не будем горячиться. Идите-ка сюда. Вы знаете, сколько у меня его? Впечатляет. Это ещё не всё. А если бы вы видели это чудо, вы бы меня поняли, а? Его держать в руках-то одно счастье, а стрелять… А сколько из этого чуда удалось выстрелить? Ни разу. А что, собственно, произошло? У вас голова высохла? Высохла. Собирайтесь, поехали. И чудно прихватите. Всё это бред, от первого слова до последнего. Сергеевич, он это всю дорогу толдычит. Угу, разберёмся. Разбирайтесь, разбирайтесь. Бред. Из вашего оружия произведён выстрел. Человек убит. Заключение баллистической экспертизы. Познакомьтесь. Вот, видишь, Серёга? Это что? Послушайте, я, конечно, недолюбливал Семёнову, но так, чтобы убить… Это уложите. Против пули. Я вас услышал. Но это факт. Вы считаете меня идиотом? Четыристо шесть. Что четыристо шесть? Четыристо шесть. Столько раз я слышал эту фразу. Послушайте, я понимаю, у вас опыт. Но я не идиот. Я официально вам заявляю, и можете это занести в протокол. Храните себя дома. Орудие убийства. Это нужно быть умственно отсталым. Оформляйте. Угу. Чего оформляйте? Эй, погодите, погодите, погодите. Вы обалдели? Да что вы творите? Ну, хорошо. Подождите. Послушайте, мне нужно позвонить. Мне нужен адвокат. Будет тебе адвокат, уймись. Что происходит? Это по делу Семёнова? Да, да, да. Да тихо-то, тихо. Обещали делиться информацией. Что стоим? Ко мне в кабинет. Спасибо. Ну что, Сергеич? Кругом. Игорь Фёдорович. Игорь Фёдорович, вернитесь. Вы нужны мне здесь. Я здесь, здесь. Послушайте меня внимательно. Человек, который заказал убийство Семёнова, очень хорошо знал вас обоих. Он был в этом ресторане на встрече. Он был у вас дома, потому что он знал, где вы храните оружие. Кто это мог быть? Да почти все, кто был на встрече. Семёнова многие не любили. Слишком уж принципиальный был. Раздражал. И меня раздражал. Сам живешь, дай жить другим. Этот человек не просто заказал Семёнова. Он хотел подставить вас. То есть это не убийство с воспитательными целями. У него далеко идущие планы. Но. Но я ведь не сяду. Не сяду. Так что можно сказать, что ваш Мариарти не добился цели? Как сказать? Репутация, знаете ли, очень хрупкая вещь. Вас, конечно, отпустят. Вы вернетесь домой, а все уже все знают. Вам никто не будет звонить. У вас будут срываться сделки. А звонить вам будет только ваша сильно обеспокоенная мама. Потом, конечно, все утихнет. Но месяца два изоляции вам гарантировано. Поэтому подумайте, кто это мог быть. Я не знаю. Хорошо. Вспомните, пожалуйста, за последнее время кто-то из посторонних, незнакомых вам людей был у вас дома? Что вы имеете в виду? Сантехник, телефонист, флорист, в конце концов. Приходил ветеринар к заболевшей собаке. И приходил этот специалист по сетям. Я менял интернет-провайдера. Но ветеринар, я думаю, у вас постоянный. Конечно. У меня же маленькая. Соберитесь. Опишите мне специалиста. Дадим это оперативникам или сами поищем? Для начала пускай господин Маслов поищет совпадение. Угу. Слушаю. Я понял. Сейчас не могу. Но, дорогая, в ближайшее время. Угу. Все. Здорово, Леха. Ну, привет. Пройдемся? Ну, как ты? Чем занимаешься? Тебе какая разница? Помочь хочешь? Чего, злишься до сих пор? Да не злюсь я. Ну, вышибли меня из органов. Может, к лучшему. Сейчас, вон, больницу сторожу. Охранник, что ли? Давай по существу. Давай. Чего звал? Остались у меня с прежней должности кое-какие людишки. Ну, приходят, рассказывают. А, то есть, ты их по-прежнему на коротком поводке держишь? Ну, типа того. Мало ли пригодятся. Так вот, один из моих информаторов – сапожник. Настоящий банк данных. Так вот, он мне рассказал, что один парнишка, бывший уголовник, внезапно тут прибарахлится. Ну, на новой тачке появился. Ну, стали омывать, а он возьми по пьяни и ляпни, что, дескать, денег у него теперь пучий, дескать, начинает он новую жизнь. Ну, а теперь догадайся, с какого города нашей славной области и тот сапожник, и этот пареньок. Из того же, где Семенова убили. Как парнишку зовут? Нечаев Виктор. Виктор Нечаев. Удружил. Слушай, а что ты решил информацией с нами поделиться? Мы ж тебя, вроде как, подставили. Ну, знаешь, опер, он опер навсегда. Спасибо. Алло, Маслов, слушай меня внимательно. Мне нужна твоя помощь. Приватная, скажем так. Понял тебя. Значит, есть подозрение, что к убийству Семенова причастен некто Виктор Нечаев. Сорока лет от роду, из того же города, что и Семенов. В прошлом судимый. Мне нужна полная по нему информация. Как найдешь, скинь мне ее. Честно говоря, дорогая, у нас все сайты интернет-магазинов заблокированы. Что? Я даже не знаю, чем тебе помочь. Значит, за дорогую ответишь. Понял? Угу. Ой. А что вам угодно? Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Нечаев здесь живет? Можно сказать и так. То живет, то не живет. По-разному. А, да, конечно. Благодарю вас. Когда в тюрьме сидит, здесь не живет. А когда в тюрьме не сидит, понятное дело. Я понял. А как теперь дела обстоят? Как раз сейчас здесь живет. Ага. А когда я могу его увидеть, мадам? Хм. К счастью, отсутствует. Так как уехал на своем новом автомобиле, который обмывал здесь трое суток. А он ничего не сказал? Когда собирался вернуться? Надеюсь, не скоро. Благодарю вас. Так как жильцам нашей квартиры тоже нужно немножко выспаться. Я понял. Прошу вас. Благодарю вас. Всего доброго. Всего хорошего. Владимир Александрович. Да, Миша. А то такое дело, надо оперативников вызывать. Миша, когда ты называешь меня по имени-отчеству, я сразу понимаю, что ты что-то натворил. Но если надо, значит надо. Звони, вызывай оперативников. Берите его, везите в управление. Я скоро подъеду. Как. Как. По ФMary. Миша. Про人. органические буки. Отличная тачка. Почем брал? Андрюш, ну ты как всегда! Ечаев! Ечаев, стоять! Тихо, тихо, Виктор Антонович! Нож! Нож бросай! Бросай нож! Положил на землю! Положил! Быстрее! Опа! А вы чего раскричались-то, а? Людей разбудите! Ну, упакуйте его! Направо! Да! Владимир Александрович! Да, Юрьевич! Я нашел образное совпадение! Это не Чаев Виктор Анатольевич! Он и есть тут! Мы задержали подозреваемого! С помощью сотрудников аналитического отдела! Ага, вот! Угу! Спасибо, Алексей! Спасибо! Ну что, карачун тебе? Ничего я не скажу тебе, начальник! Резона никакого! Ну, резона нет, это точно! Ты так и так свое получишь! Сюда смотри! И внимательно следи за русской речью, урод! Ты входил в дом Сосноры! Якобы интернет устанавливал! Там пальцев твои хреново туча! Взял оружие! А после убийства Семенова, когда всех допрашивали, положил обратно! Ничего это не доказывает, начальник! Так что иди ты лесом! Лесом, говоришь? Возьми-ка у него перчатки! Проверьте напор! Андрюх, пакет достань! Понял мою мысль? А теперь давай рассказывай про дядю, который тебе Семенова заказал! Дядя? А может это тетя была? Если тетя расскажешь про тетю! Никого я не видел! Позвонили по мобильному! Номер не определился! Назвали сумму, а дальше в моем ящике оказался конверт с авансом и с планом дальнейших действий! Как он тебя контролировал? Да никак! Сказано было! Если отклонюсь от плана, остальные суммы не получу! Отличный стимул! Ну и как, заплатил заказчик? А то! Много? Лимон двести! Ты купил машину? Шмотки? Часы, наверное, новые? Тебе-то что за дело? Меня начальник допрашивает! Значит, заберите у него оставшиеся деньги и не сдачу, а то, что осталось от полученной суммы! Бедным раздать! Сначала на экспертизу, а потом бедным! А тебе от Белова тоже привет? Да, дорогая, привет! Я еще на работе! Нет, все в порядке, дорогая! Да! Нет, к сожалению… Да-да-да! Ну… Проследи, чтобы завтра с утра… Купюры! Купюры были у экспертов! Я понял! Хорошо! Да! Да! Нет, не тебе! Ну, послушай, мы работаем! А нет времени разговаривать! Не хочешь подержать в руках такую кучку? Подзарядиться социальной ненавистью? Успокойся! Валерьянку пей! Исследования показали, что все банкноты из одного банка! И руководит этим банком Сергей Разин! Что и требовалось доказать! Не болеешь? Нет больше! На каком этаже кабинет управляющего? На пятом, только его нет! А где он? В отпуск уехал только что! Поехали! Смотри, что творите! Уважаемые пассажиры! Он надо матери и ребенка находится на третьем этаже! Камера хранитель с вашим звуком на первом этаже! Уважаемые пассажиры! Уважаемые пассажиры! Уважаемые пассажиры! Уважаемые пассажиры! Стоп, все воскресенье! Уважаемые пассажиры! Пустите, у меня поезд, я сейчас, я сейчас уезжаю, пустите, пустите, я ничего не знаю. Луч меня убить! Пойдите его в машину, пройдет. Куда я иду? Куда я иду? Пуфть, откройте окно мне. Я открыл уже форточку, успокойтесь. Не он это, кто-то его подставил. Да понимаю я, с такими нервами даже убийства мухи. Откройте уже форточку, Сергей Фанасьевич, успокойтесь. Да вы присаживайтесь. Послушайте, я… Только один вопрос. Кому недавно вами была передана крупная сумма наличная? Я, я ничего не знаю, я не знаю ничего. Откройте воздушно. Воды мне, марш воды. Воды? Можно мне воды? Воды мне можно? Ну принеси ему воды. Принеси воды. Дайте воды. Господи, душно вас, ну… Э-э-э. Что ты мне даешь? Бррррр, даешь? Это обычная вода. Я прошу вас, назовите только имя. Мы можем сами проверить. Кого проверить? Кого проверять? Кого проверять? Кого проверять? Кого проверять? Мы сохраним время друг другу. Какое время? У меня нет часов! Какое время? У меня нет часов. Да успокойтесь вы. Что это с ним? Ну вы даете. Доигрались. Ну и что, делайте теперь. Доигрались? Вы хоть понимаете, чем это пахнет? СМИ нас на куски разорвут! Оперативники замучили задержанного! Представить страшно! Хочу заметить, Юрий Юрьевич, что оперативники действовали в высшей степени профессионально. Глеб Сергеевич пытался вывести задержанного из психопатической истерики. Откуда? Из психопатической истерики. Вы это расскажете службе внутренней безопасности? Извините, мне нужно ответить. Это эксперт. Да, я слушаю. Владимир Александрович, скажите Данилову, пусть, пусть выдыхает. Да, да. Органическое повреждение миокарда путем введения яда на основе бария. Укол, 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 да. Да, и место укола тоже отчетливо видно. Спасибо, Володь. Не за что. Кто-то должен был с этим Разиным общаться утром и незаметно его уколоть. Наверное, тот, кого он хорошо знал. И кто мог подойти к нему близко. Тот, кому честный чиновник Семенов мог помешать завладеть землей. Кто знал, где господин Соснора хранит оружие. Тот, кому банкир Разин мог предоставить крупную сумму наличных. Да ладно вам. Дайте пройти. И мне почему-то кажется, что это он. Почему он? Вокруг него образовалась какая-то странная пустота. Человек метит в короли. Теоретик. Бегунов, Васильев. Анечка, так это что, все вчерашние посетители? Как жалко Сергея Афанасьевича, да. А? Да, несомненно. А это все посетители? Сергей Афанасьевич был такой нервный в последнее время. Да я это заметил. Я говорю, как насчет посетителей-то? А это все, кто из предварительного списка. А незапланированных встреч не было? Он всегда был такой внимательный, отзывчивый, знаете. Анечка, давайте сосредоточимся, давайте соберемся. Давайте попытаемся что-нибудь вспомнить, Аня. Ну, пожалуйста. Да. Да, конечно, да. Меня интересует утро. Вчерашнее утро. Ничего необычного не было. Приходил Константин Петрович, но он часто ходит. А? Шумарин. Он клиент нашего банка. Все? Можно я пойду? Извините меня, пожалуйста. Шумарин. Шумарин. Так что придется вам поверить, господин Шумарин, что мы не продаемся. Да ладно вам из себя неподкупность-то изображать. Просто, видимо, вам мало предложили. Вот вы из себя романтикой корчите. Мне вот интересно, сколько вы Семенову предложили за муниципальные земли. А Семенову как раз столько, сколько вам и не снилось. Но ведь вы же проиграли в результате. Ну, почему же? В результате он умер. Он не умер. Ты его убил. Править захотелось. Королем стать. В результате. Ничего. Скоро на зоне будешь парашу выносить. Это я тебе обещаю. Послушайте, вы, динозавры вы доморощенные. Откуда вы взялись? Сейчас все продается. Все стоят на своей панели. От чиновника до проститутки. А вы, население, вы будете молча ждать своей подачки. Пятого и двадцатого. И делать то, что вам скажут. Все понятно. Так хочется вам пару же дать. А-а-а. Ну, вам все-таки что-то мешает. Верно? Да нет. А все-таки иногда ты бываешь нормально. Это была минутная слабость. Не более того. Ну, что ты за человек такой, а? Раз в жизни. Ну, все-таки, ты за человек такой, а? Да нет. А-а-а. Та-а. Редактор субтитров А.Семкин